Вы только что видели мою новогоднюю сервировку с кжелью, но я уже приступаю к новой сервировке в золотом. И для этого мне пришлось побывать в разных магазинах. Ну, конечно, сначала я направилась в фикс-прайс, потому что только там можно купить дешевые оригинальные вещи. А потом уже в другие магазины. И вот посмотрите, что же мне удалось приобрести. Ну, сейчас я расскажу вам всё более-более подробно. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители! Вы думаете, я ограничусь двумя сервировками? Нет, нет и нет. Я решила создать ещё одну сервировку, где будет уже преобладать золотой цвет, который актуален под Новый год всегда. И, конечно, в первую очередь с этой целью я поехала в фикс-прайс. Я решила, что в середине стола у меня будет стоять композиция на зеркале, вокруг которой будут стоять ёлочки. И вот я уже в магазине фикс-прайс. Кстати, ещё очень хорошо помню, когда сеть этих магазинов называлась всё по 36. И представляете, все предметы там и на самом деле стоили в основном всего 36 рублей. А вы помните те волшебные времена? Насчёт продуктов не помню точно, но со временем всё стало по 50 рублей. И вот сейчас цены самые разнообразные, но предметы для новогоднего декора стоят в основном 200-300 рублей. Ну, конечно, не мишура. Мишура намного стоит дешевле. И не новогодние шары, которых здесь представлено очень много, причём самых-самых разнообразных. А вот новогодние гирлянды стоят как раз около 300 рублей. Ну, вот и тигры, наконец-то, и бабочки красавицы. Ну, как же без них? Очень много лент для упаковок, искусственные новогодние ветки, самые разнообразные подсвечники. Ну, глаза разбегаются. Всего очень-очень много. Цены я снимаю, так что вы видите. И примерно можете ориентироваться, когда пойдёте в магазин. Ну, вот, наконец, и ёлочки. Конечно, здесь очень много тарелочек для сервировки. Но они не подходят к тому, что я задумала. Поэтому я просто полюбовалась и пошла дальше. Подсвечники тоже мне такие не нужны. Ну, в общем, походила, полюбовалась и вернулась домой с покупками. Купила я вам вот такую высокую ёлочку. Эта ёлочка очень красивая. Она в золотом таком стиле. С белыми кончиками веточек. Но она интересна ещё и тем, что она, эта ёлочка-подсвечник, она светится. И сейчас я её зажгу. Три, ёлочка-гори. Посмотрите, как красиво смотрится ёлочка. И как отражаются в зеркале её огоньки. Но я не только это купила ещё в фикс-прайсе. Я купила и модные сейчас вот такие вот листья пальмовые, золотые. Не знаю, как это будет смотреться. Может быть, я и не буду их использовать. Но, в общем, они мне очень понравились. И я их решила тоже купить. Так что накануне я была в фикс-прайсе. Ещё я купила вот такой вот новогодний подсвечник золотой в виде цветка. Да, и всё-таки здесь мне не хватает ещё каких-то элементов. Поставить на поднос. Что-то такое сказочное, нарядное, золотое. Ну, ладно, побегу в следующий магазин за следующими покупками. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...